Автотрэш Очередная трагедия. Две женщины оказались под колесами авто. На прошлой неделе утром на въезде в Новотроицк в районе дома номер 40 на заводской произошло смертельное ДТП. Форд Фокус ехал со стороны Орска и сбил двух пешеходов. 32-летняя женщина скончалась прямо на месте, а вторую, 48-летнюю пострадавшую в тяжелом состоянии, доставили в Новотроицкую больницу. По предварительным данным, они переходили проезжую часть перед близко идущим транспортом, вне пешеходного перехода. Обстоятельства аварии выясняются. В машине снесло морду, которая была вполне себе ничего. В Оренбурге на Комсомольской в районе 158 дома Форд столкнулся с Лексусом. Обе машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Если вы стали свидетелем аварии, что нужно сделать? Все правильно, об этом нужно сообщить. Сотрудники госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 14 февраля около двух часов дня напротив дома номер 9 по вокзальному шоссе. Там столкнулись ВАЗ-2109 и Рено Сандеро. Если вы стали свидетелем аварии, в полиции просят сообщить информацию по телефонам, которые вы видите на экране. Опасная леди за рулем шла на таран, при этом никого не щадя. На пересечении Новой и Пролетарской 24-летняя автоледи за рулем Лады Калины не уступила дорогу Фольксвагену и столкнулась с ним, а затем еще и с Хондой. Женщина госпитализирована с отрясением и ушибленной раной головы. Патриот разорвало пополам. Так что же произошло на самом деле? На Новоорской трассе в районе поворота на село Ударник столкнулись УАЗ «Патриот» и «Хонда». Машина сильно помяла, а у пикапа от удара снесло часть кузова. По словам очевидцев, в оторванной части находились баллоны с газа. К счастью, из людей никто в аварии не пострадал. А вот серьезное ДТП в областном центре закончилось госпитализацией. В Оренбурге на пересечении Театральной и Волгоградской столкнулись Хондай и Лада Калина. По нашим данным, пострадали водитель и девушка-пассажир из отечественного автомобиля. С места происшествия их увезли на скорой. Информация об авариях взята с сайта forsk.ru и 1743.ru Toyota и Hyundai объявили об отзыве 110 тысяч автомобилей из-за заводских дефектов. Но если вы хотите быть в курсе всех событий, смотрите рубрику «Автоновости». А вы знаете, на каком месте Оренбуржья по стоимости бензина? А ведь есть города, в которых цены снижаются. Оренбургская область занимает 10-е место в Приволжском федеральном округе по стоимости горючего. Именно такие данные опубликовал Росстат. В прошлом году бензин в регионе подорожал на 2 рубля. А вот есть такие города, где бензин не растет, а падает в цене. Это Астрахань, Владикавказ, Чебоксары и Чита. В областном центре снова жалуются на автобусы. На дороге тесные видители. Плохие автобусы будут наказаны. Проверяли все от ремней безопасности до запасных выходов. Маршрутки попали под прицел, ведь сотрудники ГИБДД провели рейд. Место было выбрано не случайно. Дорога рядом с автовокзалом. Здесь ходят междугородные и пригородные автобусы. Например, останавливали маршруты Орск-Новотроицк и Орск-Новоорск. Мероприятие проводится в рамках профилактической акции «Безопасный маршрут». В первую очередь смотрят на техническое состояние автобуса. Инспекторы проверяют ремни безопасности, звуковой сигнал, функциональность дверей запасного выхода, знак аварийной остановки, наличие аптечки и огнетушителя, а еще смотрят шины и сверяют номерные агрегаты. Газели, которые останавливали инспекторы, на рейс вышли с нарушениями. У водителя автобуса Орск-Новотроицк знак аварийной остановки был установлен не по ГОСТу, плюс не открывалась одна дверь аварийного выхода. Проблема с запасным выходом оказалась и на автобусе Орск-Новоорск. Тут не открылись обе двери. Водителя оштрафуют на 500 рублей, маршрутку снимут с рейса. Но первым делом ее должны отправить на ремонт для устранения нарушений. Правоохранители проведут расследование и выяснят, кто поставил на рейс неисправный авто, а механик будет наказан. Как оказалось, многие недовольны Орскими трамваями. Вот о чем говорят итоги опроса на сайте orsk.ru. Почти 50% считают, что вагоны некомфортные, в них холодно. Транспорт часто отстает от расписания, да и вообще редко ездит. С последней претензией согласны почти 20% опрошенных. А практически 8% орчан утверждают, что в вагонах холодно. Ну а около 5% респондентов считают, что трамваи ходят не по расписанию. Полностью довольны этим видом транспорта примерно 20% участников опроса. А между прочим, в отчете городского управления по транспорту сказано, что Орские трамваи изношены на все 100%. Ну вот, на очередном заседании Горсовета глава города Андрей Одинцов поправил, что на самом деле износ составляет от 80 до 90%. В сети появилось видео ЧП на проспекте Гагарина. По крайней мере, так утверждает автор публикации. Когда за одно утро там сгорели две машины. По данным МЧС, на место выезжали два боевых расчета, а пострадавших нет. Площадь возгорания – 8 квадратных метров. Официальной информации о причинах произошедшего пока нет. Но судя по видео, если оно действительно относится к данному происшествию, то это, похоже, поджог. Только за прошлый год в Оренбуржье в результате пожаров пострадали 215 транспортных средств. Из них 80 – из-за умышленного поджога. Основной причиной в ОМВД называют личную неприязнь, но и хулиганство. Статистика сообщает, что в 2018-м регионе зарегистрировали уже 17 возгораний машин, 5 из которых в Оренбурге. Как сообщают в региональном МЧС, больше других в областном центре поджигают автомобили марки «Лада», причем чаще всего в Дзержинском и Ленинском районах. А я напоминаю, что новости взяты с сайта forsk.ru и 1743.ru. Если хочешь сделать хорошо, ремонтируй сам. Очень полезная рубрика «Автогаджеты». В прошлом выпуске мы начали разговор о катушке зажигания и уже узнали о том, как она была изобретена. Первые катушки были масляными. Если ты хочешь освежить предыдущий сюжет в голове, заходи в раздел «Хитарянка» на сайте orsk.ru. Итак, следующим этапом развития катушки зажигания стал отказ от масла наполненного корпуса. Мокрые катушки сменились на сухие. По конструкции она была практически такая же, но без металлического корпуса и масла. А покрыта была катушка сверхуслоем эпоксидного компаунда для защиты от пыли и влаги. Работала она вместе с тем же самым трамблером и часто в продаже можно было встретить и старые мокрые катушки, и новые сухие на одну и ту же модель авто. Они были полностью взаимозаменяемы и соответствовали даже уши креплений. Для рядового автовладельца в переходе с мокрой на сухую не было никаких преимуществ и недостатков. Если последняя, конечно, не была сделана качественно. Профит получали только производители, потому что изготовить сухую катушку несколько проще и дешевле. Но если сухие катушки иностранных автомобильных заводов изначально продумывались и делались достаточно тщательно и служили почти столько же, сколько и мокрые, советские и российские сухие бобины снискали дурную славу, потому что имели массу проблем с качеством и выходили из строя достаточно часто без каких-либо причин. Так или иначе, сегодня мокрые катушки зажигания полностью уступили место сухим, а качество последних отечественного производства не вызывает нареканий. Были и катушки-гибриды. Обычную сухую катушку и простой коммутатор бесконтактного зажигания иногда объединяли в один модуль. Такие конструкции встречались на моно-впрысковых Фордах, Ауди и некоторых других. С одной стороны это выглядело технологично, с другой снижалась надежность и увеличивалась цена. Ведь два очень нагревающихся узла объединили в один, а по отдельности они охлаждались лучше, и при выходе из строя того или иного их замена обходилась дешевле. Ах да, еще в копилку специфических гибридов на стареньких Тойотах нередко встречался вариант катушки, вживленный прямо в распределитель трамблера. Делалось это, конечно, не намертво, и при выходе из строя бобину можно было без труда снять и приобрести отдельно. Еще один этап жизни катушки изучен. В следующий раз мы поговорим про модуль зажигания и отказ от трамблера, так что не пропустите. Ну что, друзья, это были самые интересные события и происшествия прошедшей недели. Совсем скоро увидимся.